Рабство в Хакасии и новая вспышка вирусного заболевания скота. Расскажем, какие районы республики под особым прицелом гуманитарный груз в зону СВО. Абакан своих бойцов не бросает. И коммунальные вопросы в их числе есть проблемные и новаторские. Об этом и не только в ближайшие полчаса. Это итоговая программа неделя на Абакан-24 в студии Ольга Могучая. Здравствуйте. Инфекция вышла за пределы одного населенного пункта. Новый очаг узелкового дерматита у домашнего скота обнаружен в селе Знаменка. Это Багратский район. Здесь уже работает ветслужба. Карантин введен в радиусе 30 километров. В опасную зону попадает и село Троицкое. Вывоз скота и выпас животных в Знаменке под запретом. Диагноз опасной болезни крупнорогатого скота подтвердился в четырех подворьях. Пока выявлено 17 заболевших животных. Специалисты проводят весь комплекс необходимых мер. Подворовой обход, принудительная вакцинация. По счету она уже вторая, поскольку лекарства буренком уже ставили, когда узелковый дерматит обнаружили в соседнем Баграде. Доступ к новому эпид-очагу ограничен. Выставлены санитарные посты. В региональном Минсельхозе отметили. Пробы для подтверждения вируса отобраны и направлены на исследование в ветлабораторию. Срок действия карантина в селе пока до 15 декабря. Шокирующий случай. В республике задержан фермер, который по версии следствия 7 лет удерживал в рабстве троих жителей Хакасии. Это директор крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в 20 километрах от Аала Черков в Устебаканском районе. Он нанял на работу двух мужчин и женщину, которые вели асоциальный образ жизни и удерживал их силой. Мужчина пообещал регулярно выплачивать работникам заработную плату, однако фактически удерживал потерпевших, высказывая угрозы и причиняя им побои, заставлял выполнять работу на ферме, не оплачивая их труд. Подозреваемый отобрал у потерпевших личные документы, заставлял ежедневно работать на ферме по 16 часов в сутки, а в качестве наказания за непослушание избивал и закрывал в погребе. Работники неоднократно предпринимали попытки бегства, однако подозреваемый возвращал мужчину и женщину обратно. Использование рабского труда продолжалось на протяжении 7 лет. В ближайшие два месяца фермер-рабовладелец проведет под арестом. Такую меру пресечения ему избрал районный суд. Как сообщили в Следственном комитете, потерпевших нашли в Назаровском районе, а сам директор КФХ также обвиняется в незаконном приобретении хранения взрывчатых веществ или взрывных устройств. Сейчас следователи также устанавливают другие эпизоды преступной деятельности. Возможно, были еще работники, которых мужчина удерживал силы. Известно, что фермер был на хорошем счету в Министерстве сельского хозяйства Республики и неоднократно являлся получателем финансовой государственной поддержки. И к другим темам. Воздух загрязнен и опасен. Концентрация бензопирена в 12 раз превышает его предельно допустимые значения. Данные озвучили специалисты Роспотребнадзора Хакасии. Они провели исследование атмосферного воздуха в Абакане и Черногорске. Мониторинг идет в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух». Дышать противопоказано. Воздух пропитан бензопиреном. Это показали последние исследования Роспотребнадзора. Специалисты зафиксировали превышение опасного вещества в 6 раз. А в отдельных частях Абакана и Черногорска содержание канцерогенных веществ превысило допустимые значения в 12 раз. Санитарные врачи отмечают, что бензопирен относится к первому классу опасности. При попадании в организм способен вызывать возникновение злокачественных опухолей. Образуется он при сгорании углеводородного, жидкого и твердого топлива. Настораживает специалистов и высокое содержание сажи в воздухе. С учетом выделенного финансирования в этом году Центр генной эпидемиологии осуществляет лабораторное исследование по четырем веществам. Это бензопирен, это взвешенные частицы диаметром до 2,5 мкм и взвешенные частицы диаметром до 10 мкм. Ну и также на такое вещество как сажа. Видим, что если в сентябре, когда первые разы проводились такие исследования, в принципе, качество воздуха соответствовало геническим нормативам, то дальше с началом отопительного сезона мы отмечаем превышение. Этой осенью были созданы пять дополнительных точек по измерению уровня концентрации вредных веществ в атмосфере. Три в республиканской столице и две в Черногорске. Сейчас исследованиями занимаются специалисты Роспотребнадзора. Ранее за качеством воздуха следили только посты гидрометеоцентра. С сентября эпидемиологи уже провели почти 800 исследований. Пробы воздуха берутся и днем, и в темное время суток. На следующий год у нас планируется проведение исследований уже по большему количеству веществ. На сегодняшний день план-график согласовывается с Институтом гигиены имени Федора Федоровича Ресмана. И мы планируем, что порядка 15 веществ в следующем году также будет мониториться в течение года. То есть уже не сентября, а в течение всего следующего года. В столицах Акасии входит в топ самых грязных городов. Вместе с Абаканом в этом же списке Черногорский, соседний Минусинск. Решением правительства страны все они участники федерального эксперимента «Чистый воздух». Проект предполагает улучшить экологическую обстановку, снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и перевести частные дома на электроотопление. Начало отопительного сезона и содержание жилфонда в зимних условиях. В мэрии Абакана состоялось совещание с руководителями управляющих компаний. На повестке дня актуальные вопросы, жалобы и обращения жителей по поводу качества жилищно-коммунальных услуг. Поэтому здесь же энергетики и специалисты надзорных органов. Первые испытания в морозы город уже пережил. Тем не менее, вопросы есть. Разрешить их лучше сейчас, нежели оставлять до настоящих крепких минусовых температур. Тепловики, само собой, заканчивают последние работы ремонтные. Там, где необходимо было, обязательно что-то будет выскакивать, где-то какая-то задвижка западет, где-то что-то еще случится. Но это уже рабочая, самое главное, основные работы закончены. Сейчас наша с вами задача – это открыто, четко, без утаек и приукрас, обменяться мнениями, у кого действительно на сегодняшний день еще проблемы с перепадами. Проблемы, может быть, по горячему водоснабжению, еще какие-то проблемы, касающиеся отопления. Жалобы и обращения жителей Абакана на качество теплоснабжения поступают регулярно. Разбираться приходится по каждому случаю отдельно. По поводу кипятка из крана энергетики говорят, к примеру, следующее. Из вот этих всех 934 МКД, 215 МКД имеют перегрев по обратке. Ну что и приводит к тому, что у вас, у потребителя кипяток, могут быть проблемы с травмированием людей. Письма мы вам всем направили, поэтому регулировку выполняйте, если надо, к нам подходите, обращайтесь, проконсультируем. У специалистов, управляющих компанией, много претензий по поводу ржавчины в горячей воде. Почему и по чьей вине это произошло? И что с этим делать? Ведь при любом раскладе это некачественное оказание услуги с последующим перерасчетом. Вопрос лучше решаться. Не должны каждый год, каждый год это стабильная ситуация. От снижения до 30 жалов. В этом году поменьше, чем в прошлом году. Все равно жалов мы курили. Представители надзорных органов готовы подключиться к решению проблемы с ржавой водой. Не менее актуальны сегодня вопросы содержания жилфонда в зимних условиях. Если раньше управляющим компаниям об этом регулярно напоминали из УКХТ, то теперь подоспели персональное предостережение прокуратуры Абакана. В части погоды и того, что зафиксированы случаи уже травмирования граждан, по завершению этого совещания прошу каждого из представителей управляющих компаний дополнительно подойти для того, чтобы нам уже обсудить вопросы получения объяснений и объявления предостережений. А все потому, что жалоб на налить во дворах и отсутствие подсыпки на дорожках у подъездов многоэтажек на сегодняшний день не меньше, чем на теплоснабжение и качество горячей воды. Более 20 предостережений вручила прокуратура Абакана руководителям управляющих за ненадлежащее исполнение обязанностей по уборке территорий многоквартирных домов и крыш многоэтажек. Ведомстве фиксируют жалобы от жителей на нечищенные от наледи тротуары и несвоевременную уборку снега. В прокуратуре города проводятся проверочные мероприятия соблюдения предприятиями жилищно-коммунального комплекса, соблюдение требований федерального законодательства в честь полноты принятия комплекса МИР, направленного на надлежащее содержание крыш, тротуаров, подсыпки песчаногравийной смесью опасных участков, очистки от наледи дорожного полотна. На территории города сфиксированы факты травматизма граждан в связи с падением во время гололюда, объявленным предостережением руководителям управляющих компаний, в части недопущения ненадлежащего содержания крыш и тротуаров, прилегающих территорию многоквартирным жилым домам. Рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности за допущенные нарушения. 19 железнодорожных вагонов или полторы тысячи кубометров листвы и мусора вывезены с территории Абакана за время осеннего двухмесячника. Городской мэрией подвели итоги генеральной уборки на улицах и в парках. Из-за снега ее в этом году пришлось завершить ранее, чем обычно. Но объем проделанной работы значительен. Если бы не погода, окончательные цифры были бы другими, на порядок больше. Официально у нас двухмесячник завершился 1 ноября. Неофициально он завершился, наверное, недели на две раньше с выпадением осадков. Но даже при таком раскладе успели сделать много. Во всех районах прошли субботники. Их координировали коммунальные службы. Мало собрать всю листву и ветки, их еще надо вывезти. А людей обеспечить инвентарем и мешками в случае необходимости. Большой объем работы был выполнен нашим городским управлением образования. 55 образовательных учреждений приняли участие в субботниках в городских. Участие в уборке приняли все подразделения администрации Абакана и подведомственные им учреждения. В жилых районах работа организована территориальным общественным самоуправлением во главе со старостами. Мы благоустраивали пирс, садили там саженцы, облагораживали, делали там ограждения. То есть, наверное, выходов 5-6 у нас было, но из жителей, наверное, мы выходили человек 15-20 на каждый субботник. У нас были выявлены несколько локальных точек, которые были в гаражных массивах. То есть, было типа марафона запущено, у нас же много училищ. Поэтому училища своими волонтерскими отрядами, которые в рамках этого двухмесячника, вот эти вот точки, три убирали. В целом, за период двухмесячника осеннего было вывезено с улиц города чуть больше полутора тысяч метров кубических мусора и листвы. Это огромный массив, разделите на 80 кубов. 80 кубов, я уже говорил вам, это железнодорожный состав. Поэтому вы посчитайте, сколько железнодорожных вагонов, мусора мы вывезли. Осеннего мусора собрали целый железнодорожный состав из 19 вагонов, который ушел из города на карьер растительных отходов. План благоустройства город составляет список на 2024 год. Тротуары, озеленение и водопоглощающие колодцы. Глава Абакана призвал управляющей жилищной компанией подключиться к работе над инвест-программой. Заявок много, градостроители обещают рассмотреть каждую. Около 30 управляющих компаний Абакана. Те, что обслуживают основную львиную долю жилфонда столицы Хакасии. А значит, на совещании в мэрии они представляют интересы большинства собственников многоэтажек. У нас идет формирование бюджета, у нас идет формирование инвест-программы, у нас идет рассмотрение заявок, обращений граждан по вопросам благоустройства. В общем и целом, муниципальная программа, я говорю, где только муниципальные деньги, составляет порядка 350 миллионов рублей, заявок где-то миллиардов на 10. Поэтому пишите, пишите, посмотрим, будем разбираться. Это касается объектов благоустройства, объектов озеленения, луж, ну и там, где вы считаете это необходимым. В любом случае, рассматривать будем. С учетом федеральных и региональных субсидий городская инвест-программа на 2024 год составит около 1 миллиарда рублей. Предварительно уже определен список дорог, которые будут отремонтированы. Также сформирован перечень общественных территорий и дворов многоэтажек, где запланировано благоустройство. План благоустроительных работ, ну собственно завязан с комфортной городской средой и ряд объектов небольших, по которым мы выполняем работы. Обращения принимаются, заявки принимаются. Про что я говорю? Я вам говорю про тротуары, ну наверное это больные, подходы к остановкам и лужи. Это у нас прям отдельное направление про все наши большие лужи. Я имею ввиду лужи на городских территориях. Все наши знаменитые лужи, вы знаете, каждый год мы денежку закладываем, каждый год мы от них постепенно избавляемся. Не за один год, но на протяжении десятилетия в общем и целом работа видна. При участии управляющих компаний эта работа станет более эффективной. Касается это не только ремонта дворов и дорог, но и содержания территорий города. Эстетичная, удобная, функциональная, а еще безопасная и экологичная. Успешные практики, применяемые в городах страны, изучены, проработаны и внедряются в Абакане. Речь о новых современных площадках таково. Расскажем о проектном пилоте администрации в борьбе за чистоту городских улиц и дворов. Пол закрытые, с ключом и ограниченным доступом. При этом жители многоквартирных домов выкидывать мусор смогут без каких-либо затруднений. Им даже не придется заходить вовнутрь. Это будет прерогатива управляющих компаний и регионального оператора. Новая, современная и удобная площадки ТКО появится в Абакане уже в следующем году. Это пилотный проект городской мэрии по наведению порядка в местах сбора бытовых отходов. Особое требование к внешнему виду и функциональности. Контейнеры расположатся в боксе под надежной защитой от ветра. А значит мусор не будет разлетаться по округе. Средняя цена такой площадки порядка 270 тысяч рублей. Также предусмотрено асфальтирование, освещение и установка камеры видеонаблюдения. Мы изучили практику по России наиболее успешную. И здесь действительно мы поработали очень хорошо. Есть различные варианты. Мы будем делать полузакрытую площадку ТКО. То есть площадка ТКО, в которой доступ будет ограничен всем, кроме регионального оператора и управляющей компании. То есть, ну, например, те же самые лица без определенного места жительства туда не смогут попасть. Он будет специально закрываться на ключ. При этом жители многоквартирного дома смогут спокойно выкидывать мусор без каких-либо затруднений. Мы достигли соглашения с правительством Республики Хакаси. Средства будут выделяться из трех источников. Это региональный бюджет и муниципальный бюджет на паритетной основе, то есть в одинаковых пропорциях. И 10% это средства собственников. Ну, это уже у нас отработанная схема, например, на комфортной городской среде. На обсуждении не только материалы, размеры, но даже цветовая гамма. Площадки ТКО должны быть эстетичны и не портить общий вид двора. Пока остановились на натуральном коричневом цвете. Тип площадки согласован с Минприродой Хакаси и управляющими компанией. Будет и место для складирования крупноговоритного мусора. А еще здесь обязательно разместится информация о рекоператоре и графике вывоза мусора, соблюдение которого как раз и будет фиксировать система видеонаблюдения. Такая площадка, напомним, с этого года уже в пользование у жителей дома Пастафата-4. В следующем году безопасных, экологических и отвечающих всем требованиям площадок ТКО в Абакане планируется установить 15. Финансирование всех запланированных объектов – тема отдельная. Финансовая подушка должна быть четко выверена и просчитана. Работать над ней теперь предстоит депутатам Горсовета Абакана. Проект бюджета республиканской столицы на 2024 год передан им на рассмотрение. На столе перед финансистами Абаканской мэрии проект бюджета на следующий год и плановый период до 2026. Объемный многостраничный документ. Работа над ним фактически завершена. Сегодня он передан на рассмотрение в депутатский корпус. 14 ноября бюджет принят. Если сопроводительные этажи, то лехи вам поставят. Так, и публичное слушание у вас. 11 декабря в часах. Ну что, передаем вам документ. Начинаете работать с комитетами. Камер. Идем право. Все депутаты получат. Специалисты городской мэрии передали стафету депутатам, у которых есть время тщательно изучить документ, подготовить и внести поправки. Обсудить в комитетах и на публичных слушаниях с участием жителей региональной столицы. В сопроводительном письме у нас указано, что у нас к проекту бюджета у нас 13 приложений и весь перечень необходимых документов, включая основные направления бюджетной налоговой политики, пояснительную записку, прогноз социально-экономического развития и многие-многие другие. Их у нас в порядке еще 8. Общий объем доходов городского бюджета 8 миллиардов 704 миллиона 543 тысячи рублей. Общий объем расходов 9 миллиардов 73 миллиона. Это очень большие цифры, которые нам предстоит напряженно исполнять в будущем году. Ожидаемо он будет достаточно сложным, потому что обязательства, принятые бюджетом города Абакана, они достаточно серьезные и существенные, чего стоит только одна индексация минимального размера оплаты труда, которым мы должны будем обеспечить из бюджета города. Но тем не менее, несмотря ни на что, бюджет по-прежнему является социально ориентированным. Основная часть расходов бюджета связана у нас как раз со сферой образования. Мы продолжим строительство школы на тысячу мест, будут продолжены мероприятия по благоустройству дворовых, общественных территорий, будут работы по ямочному капитальному ремонту дорог. Серьезной статьей расходов муниципального бюджета в Абакане, как и прежде, остается социальная политика. Поддержка семей, участников СВО в частности. Их дети будут по-прежнему питаться бесплатно в школе, бесплатный проезд на троллейбусах, а также они будут освобождены от платы за детские сады. Кроме того, у нас остаются бесплатные питания для первого-четвертого класса, начальной классы в рамках национального проекта. Кроме того, у нас отдельной категории граждан также получают бесплатное питание и дети с ограниченными возможностями в здоровье. Определена уже в соответствии с графиком и дата бюджетной сессии Совета депутатов Абакана. 19 декабря главный финансовый документ столицы Хакасии на 2024 год будет принят в окончательном виде, с учетом всех поправок и замечаний. Продолжаем выпуск. Работа кипит. В каждом блоке свой фронт. В одном возведен железобетонный каркас первого этажа, в другом уже идет внутренняя отделка. Еще два следующих скоро накроют тепловой контур. Темп сбавлять нельзя. Школа на 1000 мест в Арбане должна быть открыта в 2024 году. Наша съемочная группа побывала на объекте. Расскажем, какие задачи поставлены перед строительными бригадами. Первые два блока и спортзал будущей школы в районе Арбан вскоре начнут подключать к системе отопления. Это позволит строителям перейти к внутренней отделке помещений. Сейчас на объекте все силы брошены на завершение кирпичной окладки и создание теплового контура. В остальных блоках отопление появится в первом квартале следующего года. Объект возводится силами специалистов двух строительных организаций – МЖФ и мехколонна номер 8. По блоку А на сегодняшний день выполнены работы по железобетонному каркасу первого этажа. На сегодняшний день производятся работы также по завозке материала для наружных стен, то есть кирпич. Необходимые работы по отделению В и Б корпуса будут выполнены на следующей неделе для запуска отопления в соседних корпусах. Также по Г корпусу ведутся работы по устройству железобетонного каркаса цокольного этажа, перекрытия. Школа в Арбане, так же как и 31-я, состоит из четырех блоков и большого спортивного зала. Первые три блока ввести в эксплуатацию необходимо уже к началу нового учебного года. Задача максимума поставлена перед строителями главой города. Набранный высокий темп строительства сбавлять нельзя. Объем финансирования, выделенный федеральным центром, в этом году мы освоили еще в середине лета. И было принято решение о добавлении дополнительных финансовых средств, то есть, проще говоря, перенос их с 2024 на 2023 год. И уже даже в рамках вот этого переноса наши строители к середине декабря полный объем выделенных средств на этот год освоят. Это значит, что школа строится по графику четко, но нам бы, конечно, всем хотелось бы, чтобы школа построилась не 31 декабря 2024 года, а очень бы хотелось бы пораньше. Собственно, такая задача ставится строителям. Эта задача очень сложная, может быть трудновыполнимая, но именно такая задача ставится строителям. Это связано с тем, что еще ряд абаканских существующих школ уходит на модернизацию, уходит на ремонт, и для нас очень важно иметь школу, куда мы могли переместить репетишек, например, с той же самой первой школой. Объем инвестиций на строительство школы в жилом районе Арбан в этом году дополнительно увеличен на 350 миллионов рублей. Возводится образовательное учреждение по национальному проекту образования. Проект типовой и уже зарекомендовал себя не только в столице региона. Напомним, школа «Близнец» возводится сейчас абаканскими строителями и в Белом Яре. Реклама Доверьте заботу о чистоте вокруг вас блестящим специалистам своего дела. Профессиональная уборка помещений, мытье балконов, лоджий и окон, мойка натяжных потолков. Клининговая компания «Чистый дом». 26 46 46. У вас скользкое крыльцо, пандус, лестница? Рулонное антискользящее покрытие из резиновой крошки удивит вас своей практичностью. Укладка не потребует специальных навыков и инструментов. Компания «Артстеп» 32 83 83. В клинике варикоза нет. До 22 ноября – дни здоровья. Прием хирурга-флеболога со скидкой всего 690 рублей. Звоните 248 648. Экономьте время и деньги. Поверка водосчетчиков на дому без снятия. Всего за 500 рублей. Телефон 212 099. Реклама Адресная поддержка и помощь сейчас – это доставка угля и дров семьям участников СВО. Топливо развозят городские коммунальщики. Подробности в нашем материале. На каждую семью составен специальный документ. Это социальный паспорт. От него отнесены все данные и четко сформированы необходимые запросы, поступившие от семей военнослужащих. Один из таких – первоочередных запас угля и дров. Каждая заявка будет отработана и выполнена. Для этого топливо складируют на городской спецавтобазе, а после развозят по адресам. Второй год мы занимаемся этой работой. Работа – это общая. Соответственно, помощь семьям иммобилизованных, участников специальной военной операции. На нас возложена обязанность по доставке угля по заявкам тем лицам, кому это положено. Соответственно, разрезы, черногорский разрез в данном случае в этом году нам помогает углем. Наша задача – его доставить, развести до семей. Помогаем семьям и дровами, тем, кому это требуется. Тоже предприниматели помогают и выделяют определенные объемы дров. Мы развозим. В прошлом году порядка 40-45 заявок было отработано. Помощь семьям абаканских бойцов оказывается на постоянной основе, независимо от времени года. Эти нормы закрепил муниципальный социальный штаб. В теплый период года, к примеру, это уборка земельных участков, бытовые вопросы, ремонт жилья. Ситуации у семей совершенно разные. И категории семей разные, и количество детей в семьях разное. И ситуации по выплатам военнослужащих. Потому что бывают задержки по выплатам, например, когда переходят из одной части в другую. У нас составлены социальные паспорта на семьи. Мы находимся в постоянном взаимодействии и через школы, и через старост. И лично обращаются в администрацию города. Конечно, по мере возможности своей, огромное спасибо волонтерам, большое спасибо предпринимателям, которые на наши просьбы на все откликаются и оказывают помощь, понимая, в какой ситуации, и вообще, ради чего мы все это делаем. И поэтому, естественно, и в огородах помогаем, и с ремонтом помогаем. Бывает, что какие-то бытовые проблемы возникли, или связанные с детьми. Ну, то есть, вот, держим руку на пульсе, стараемся всем помочь. Решением Совета депутатов города ранний механизм социальной поддержки получил постоянную бюджетную составляющую. Для детей и военнослужащих это бесплатное двухразовое горячее питание, возмещение платы за детский сад. Просчитана и возможность бесплатного проезда семям бойцов на троллейбусах. Самое главное – не оставить ни одну семью без внимания. Город заботится не только о семьях своих бойцов, но и о них самих. Безучастных нет. Солдатам помогают и взрослые, и дети. Они отправляют то, что необходимо, чего ждут и чему будут рады. Весточки с родной земли. Продукты, средства гигиены, теплые вязаные вещи – все собрано и упаковано детскими руками. С теплотой и заботой. Ребята признаются – старались, собирали быстро, чтобы успеть к очередной отправке груза из Хакасии. Старшеклассники и младшие школьники. К акции подключились и родители. Безучастных нет. Мы традиционно в конце октября объявили акцию «Ниточка домой» и «Посылка солдату». Это наши любимые акции, в которых принимает участие абсолютно практически вся школа. Родители – это наши огромные помощники, которые помогают нам собирать теплые вещи, медикаменты, различные средства личной гигиены, чай, кофе. То есть вот настолько мы все дружной школьной семьей принимаем участие в этих акциях. И дети, самое главное, понимают значимость этой акции, потому что мы действительно всей душой болеем за наших солдат, которые защищают нашу Родину. Это все настолько трогательно и значимо для нашей школы, я думаю, в принципе, и для всей нашей страны. Помочь ребятам тем, что сейчас на передовой, совсем несложно, уверены учащиеся первой школы. Это общий вклад в одно дело, в одну победу. Вместе с посылками за ленточку отправятся трогательные детские письма и рисунки. Я от всего 5-го Б-класса писал письмо на СВО солдатам, чтобы поддержать их. И вся первая школа города Абакана собирали посылки солдатам. Мы в школе рисовали ладошки, и в них мы писали пожелания. Такие, как то, что их дома ждут, то, что мы всех их поддерживаем и ценим. Посылки сформированы и подписаны, и сегодня же уже доставлены на один из пунктов сбора гуманитарной помощи для отправки в зону специальной военной операции. Балаклавы, перчатки, нательное белье, толстовки, шапки, а еще маскировочные сети, тактические носилки и многое другое. Всего более 40 видов изделий для бойцов и фронта создают мастерицы движения «Шьем для победы». И отправляют за ленточку защитникам Донбасса. Каждый день за машинки садятся неравнодушные люди – женщины, бабушки, их внучки. И свободные руки всегда нужны, как и помощь из дома нашим солдатам. В сибирском тылу строчат швейные машинки. К их ежедневным монотонным стальным голосам мастерицы уже привыкли. Ирина Цацорина много лет работает швеей. Организовала собственное ателье. Но осенью прошлого года вместо вечерних платьев, рубашек и брюк стала принимать и самостоятельно шить военные заказы. Добровольно, без оплаты. Начинали мы после мобилизации, когда ребят мобилизовали. Я подумала, умею шить, почему не начать помогать ребятам. Начали шить балаклавы, начали шить повязки. Первую ткань нам помогли купить в Народный фронт. Потом начали подсоединяться школа-интернат для детей с нарушением слуха. Тоже закупили нам ткани. И вот с этого началось. Сегодня Ирине помогает дочка Аня. Она плетёт маскировочные сети, сотрудничает с общественными организациями, волонтёрами. Ирина объединила неравнодушных женщин. Все они пришли на помощь по зову сердца. Рукодельницы делают выкройки различных изделий экипировки и раздают их другим мастерицам. Они на дому сшивают балаклавы, толстовки, нательное бельё. Из ателье каждый день сотни вещей забирают активисты Народного фронта, чтобы передать нашим бойцам. Сейчас готовятся к отправке за ленточку очередной 20-тонный контейнер. Девушки шьют на самом деле очень много. Они уже в течение полутора лет практически являются нашими партнёрами. Сначала СВО. Они освоили практически всю линейку необходимого. И пятиточечники, и одежда, и маскировочные принадлежности, маскировочные сети. То есть полностью всю линейку они отшивают и постоянно, регулярно отправляют в зону СВО. Как через Народный фронт, так и через другие добровольческие и волонтёрские организации. Более 40 изделий для фронта, экипировка для бойцов, одежда. Здесь всегда кипит работа и нужны рабочие руки. Кроме того, в ателье «Шьём для победы» может обратиться любой солдат и заказать одежду. Здесь ему никогда не откажут. Очень много отзывов, положительные. Мы так рады всегда видеть эти отзывы. Они присылают нам видеоролики. Прямо очень рады, благодарят постоянно. Не так давно последний отзыв был от бойца. Он оценивал наши подсумки, которые мы разработали. Это разработка наших девчонок. То есть не где-то там скачали в интернете, а именно сами заботали по их запросам. Это был очень положительный отзыв. Там, значит, он говорит о том, что вместимость у этого подсумка большая, намного больше, чем у натовских аналогов, у европейских аналогов. И хорошо отзывается, тепло мы будем отравлять ещё и шить их намного больше. Галина Афанасьевна тоже много лет проработала швеёй. Создавала одежду для артистов, а сейчас на пенсии. И учится выполнять военные заказы. Ну, второй месяц просто я услышала объявление. Я пенсионерка, время есть свободное. Вот и пошла. Трудно вот этому всему научиться. Всё познаётся. Вот постепенно и всё, привыкаешь. Это же не первый раз. Всему учишься. Девочки вон давно, поэтому показали и делаем. Куда денешься? Надо. Надо. Ателье «Шьём для победы» работает на пожертвования неравнодушных людей. Меценаты закупают ткань, парафин для окопных свечей, нити. Аренду помещения Ирина оплачивает сама. Она берёт заказы по ремонту верхней одежды. За всё время работы для фронта мастерицы изготовили более 20 тысяч наименований изделий. Если вы хотите помочь тем, кто защищает справедливость на Донбассе, шить для победы, то обращайтесь по адресу Лермонтова, 21. Новая необычно трансформирующаяся ажурная инсталляция появилась на одном из центральных перекрёстков региональной столицы. Убранство в рождественской тематике «Ангел» и «Еловая шишка». На какую улицу можно попасть, пройдя под арочным сводом, сверкающим новогодними огнями, расскажем далее. Абакан погружается в атмосферу главного зимнего праздника. Ежедневно новогодние локации и украшения появляются в разных районах города. Создают антураж и настроение специалисты коммунальных служб. У каждого свой фронт работы. Изящная ажурная арка – дело рук мастеров абаканского паркового хозяйства. Это они предложили идею, выполнили эскиз и воплотили его в жизнь. Смонтировали тоже сами, своими силами. Она будет на будущее со сменными элементами в виде, ну, может быть, какие-то будут локации, так же, как и бульвар будет озвучиваться. Либо на праздники какие-то локации будут на неё добавляться. Это металлоконструкция, сделанная с освещением, с элементами дюралайта и гирлянд. Она изготавливалась порядка трёх месяцев. Над ней работал художник и два ремонтных рабочих. Сейчас праздничная арка оформлена в рождественских мотивах. Ещё день-два и абаканцы увидят её во всей красе. Как только коммунальщики завершат работы по электромонтажу. У нас ещё есть инсталляция, как бы она была ранее озвучена для Черногорского парка именно на новогодний период. Стадия готовности, она сейчас, на неё предстоит только навешивание световой иллюминации. Как таковая конструкция уже готова. Шар будет монтироваться на театральной площади вместе с подарками. Дополнительное управление коммунального хозяйства и транспорта будет два снеговика больших, установлены там же на театралке. И также будут украшены входные зоны парков на Преображенском и Комсомольском. А недалеко от новогодней праздничной арки на перекрёстке Ленина и Щетинкина, на привычном уже месте, скоро появится карета с подарками. Это ещё одна традиция зимнего декора хакасской столицы. На этом всё. Следующая неделя принесёт другие новости. О них мы тоже обязательно расскажем. Хороших выходных и до встречи в эфире.